Здравствуйте! В эфире новости на телеканале НТС в студии Айджан Казакбаева. 125 законопроектов и 615 постановлений. Турагаджу Оркукенеша Дастан Джумабеков подвел итоги годовой работы парламента. Покушение в исправительном учреждении. Жертва нападения Мелис Аспеков. Осужденный изолирован и находится под круглосуточной охраной. Никто не бил, упали с крыши. История с девочками-близняшками в Соколуке приняла неожиданный поворот. Главная награда «Здоровые пациенты». Первое воскресенье июля. Профессиональный праздник медицинских работников. Полтора часа конструктивного диалога между Дастаном Джумабековым и прессой прошли сегодня традиционно в рамках отчета спикера о работе четвертой сессии Джооркукенеша. За этот период народными избранниками было рассмотрено 124 закона и принято 615 постановлений. Большая часть из них предложена была правительством, но и депутаты от них не отставали. Одним из важных вопросов, на котором заострил свое внимание Турагаджооркукенеша, стал пакет законов о Сюинчу и соцпособиях. Но у журналистов, как всегда, нашлась парочка неудобных для спикера вопросов. К примеру, о депутатских прогулах, о нардепах иностранцах и тех, что оказались под следствием по статье «Коррупция». Подробнее о беседе со спикером расскажет Елена Яковлева. Пятница, 29 июня. Очередную сессию завершает Джооркукенеш, перед тем, как отправиться на летние каникулы. Держать отчеты деятельности всего парламента, согласно 20 статье регламента «Обязанность Турага». Перед тем, как ответить на вопросы журналистов, Достан Чумабеков озвучил краткий доклад об итогах деятельности Высшего Совета. Рассказал не только о законотворчестве, о важных нормативно-правовых актах, которые были приняты за этот период, но и другого рода работе. Такое, как расследование, проведенное специальными депутатскими группами по разным злободневным и порой скандальным ситуациям. В целом было принято 124 закона и 615 постановлений, но наиболее значимыми хочу отметить следующее. Так, в течение 20 лет не было особенных сдвигов в такой важной сфере, как соцпособие. Раньше мы часто говорили о том, что в других странах, как, например, в России и в ряде арабских стран, выплачивалось единовременное пособие при рождении ребенка. И вот теперь с января 2017 года заработал закон и у нас о единовременной помощи Сююнчу в размере 4000 сомов на ребенка. Еще один важный документ тоже касается пособий, которые выдаются малообеспеченным семьям. Мы добились, чтобы в первую очередь пенсии не брались в расчет, а только сумма дохода на одного члена семьи. Родители детей с ограниченными возможностями здоровья теперь получают зарплату и в будущем будут получать пенсию. Не менее долгожданным был закон о трансформации земли. Он может помочь большому количеству наших граждан. С 1986 года стоит эта проблема. Многие села выросли, могли появиться новые улицы. Это багарные земли, но они не были трансформированы. Внутренняя миграция привела к тому, что вокруг столицы появилось много новых жилмассивов. Но пока там не могут появиться школы, больницы и детские сады. Турагач Мабеков в числе важных событий не обошел тему отправки в отставку бывшего премьер-министра Сапара Исакова. Этому предшествовала долгая работа специальной депутатской комиссии по расследованию аварий на ТЭЦ и целесообразности использования 386 миллионов долларов при модернизации столичного энергообъекта. Спекера напомнил, что инициатива выразить недоверие бывшему в ту пору главе Кабмина принадлежала оппозиции. Но большинство палаты ее поддержало. Не дождавшись итогов комиссии, Исаков спешил отчитаться о деятельности правительства через соответствующий комитет. Но последовало решение оппозиционных партий об оказании недоверия правительству Сапара Исакова. Его имя и многих других чиновников всплыло, когда вышло заключение комиссии по аварии на ТЭЦ Бишкека при использовании 386 миллионов долларов. Ко мне поступило тогда свыше 40 заявлений от депутатов коалиции меньшинства об оказании недоверия правительству Сапара Исакова. И решение было внесено в соответствующий комитет. По мнению спикера, работа комиссии по ТЭЦ и ее итоги – это весомый вклад в борьбу с коррупцией. Парламентарии досконально изучили ситуацию и назвали конкретные фамилии. Те, кто, по их мнению, имел отношение к заключению не самого выгодного соглашения по реконструкции ТЭЦ. И довел ее до аварийного состояния. Члены комиссии дали свое заключение и предоставили собранные ими сведения. Передали в органы. Это тоже сделало свое дело. На основании этих данных два экс-премьер-министра задержаны. Поэтому можно сказать, что мы достаточно активно содействуем борьбе с коррупцией. Это мощный показатель. В числе депутатских комиссий работали те, что изучали принадлежность грузов, перевозимых на борту турецкого лайнера, упавшего в дачу Су. По земельному участку Максима Бакиева, по улице Скрябина в Бишкеке. И по вопросу уголовного дела, возбужденного на депутатов Каната Исаева и Игоря Чудзинова. Интересовалась журналистов и судьба депутата Оскарбека Шадзиева. Парламентария, который впервые в истории совершенно законно совмещал должность чиновника, первого вице-премьера и депутата. Но запомнится он, к сожалению, негативом. Сегодня он в бегах. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностным положением. По скандалу с премией имени Чингиза Айтматова идет расследование. Она вручается с 2015 года в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ. В предыдущие годы ее выдавали, а в 2017 году лауреат не был определен. Но деньги, как выяснилось, были выделены. Это 30 тысяч долларов, по которым сегодня идет расследование. По нему в том числе проходит и наш коллега Оскарбек Шадиев. Именно он тогда возглавлял Международный комитет. К слову, буквально накануне в отношении Шадиева было возбуждено уже второе уголовное дело. За незаконное пересечение границы. Он, напомним, покинул страну через один из необозначенных участков госграницы с Таджикистаном в Соединенные Штаты Америки. Какое отношение он имеет к 30 тысячам долларов, разберутся уполномоченные органы. Но депутат ведь не ходит на заседание и уже пропустил 20 пленарок. И то, что он скрывается от следствия, неуважительная причина. Лишат ли его мандата, поинтересовались журналисты. Ну а как быть с теми, у кого двойное гражданство? Не унималась пресса. Ведь те, кто живет на две страны, в рядах депутатов уже было как минимум два. И один из них – сопартиец Турага Дамирбек Асылбек Улу. Лично я его как человека уважаю. Он хороший спортсмен, участвовал в чемпионатах, соревнованиях и защищал честь Кыргызстана. Я не мог увидеть юридическое обоснование о двойном гражданстве. Но точно знаю, что как спортсмен по контракту он выступал за Казахстан. Может быть, оттуда и сложилась проблема. Могу сказать, что в ЦИКе рассматривается сегодня проект закона, по которому предусматривается вплоть до уголовного наказания человеку, который избирается в парламент и состоит в двойном гражданстве. Ждем, когда он поступит и начнем рассматривать. Высказаться попросили спикера и на тему вчерашнего выступления президента. В частности, относительно партийного списка кандидатов, которые должны прийти в парламент после выборов. То, каким образом партии приходят в парламент, написано в законе. По спискам на самом деле возникает много вопросов. Особенно, когда в ЦИКе происходит формирование состава фракции. После, как мы знаем, начинались судебные разбирательства за мандат. И накануне давы правы президент отметил, что закон в этом плане надо доработать. Спрашивали также и прокумтор. Насколько парламент держит руку на пульсе в вопросе обсуждаемого все последнее время нового соглашения между Центерой и правительством. Однако ответить что-то конкретное спикер не смог. По его словам, переговоры ведет вновь назначенный премьер-министр Абалгазиев. По мнению главы Кабмина, определенные пункты соглашения, на котором сошлись Сапар Исаков и Инвестор, не очень соответствуют интересам государства. Как только новый вариант договора поступит в Джигурку Кенеш, можно будет что-то сказать. Однако спикер словно староста в классе. Потому добрая половина заданных ему вопросов казалась жизнедеятельностью самого парламента. И эта пресс-конференция не обошлась без вопроса о тратах депутатов. Бюджет Джигурку Кенеша открыто размещается на официальном сайте. Ежегодно экономится сумма в размере 30 миллионов. В общем, бюджет составляет около 760 миллионов сомов. Но они распределяются не только на 120 депутатов. Конечно, когда эту сумму рассчитывают только на парламентариев, получается, что на каждого выходят баснословные деньги. Но это не так. В аппарате много других сотрудников, около тысячи людей. Их зарплаты, выплаты в соцфонд, подоходный налог. Обратно государству возвращаются те же 40 миллионов через налоги. На основе этого мы и складываем бюджет. При предоставлении информации общественности не надо делить эту сумму лишь на 120 депутатов. Многое зависит от того, как вы, журналисты, донесете до общественности. Впрочем, расходы от парламент немало. Больше всего критики всегда звучит по поводу сумм за телефонные разговоры и поездки за рубеж. Таковых за минувший рабочий год у депутатов было 153. Больше всего летали и ездили социал-демократы. На счету 60 командировок. У остальных фракций в пределах 20. В числе самых посещаемых стран – Россия, Китай, Турция и, как ни странно, Австрия и Франция. Впрочем, работать в рамках межпарламентского сотрудничества иначе никак. Тесный контакт установлен с 22 парламентами по миру. Хорошо, хоть по инициативе фракции Республика Атаджурд еще в 2015 году нардепы отказались от служебного авто и помощников с консультантами. Нельзя не отметить, подчеркнули журналисты, что не всегда отличаются парламентарии и дисциплины. Законы принимают 80 или сотни голосов. При том, что в зале на тот момент сидит не более 30 человек. Я хочу сказать, закон проходит три чтения. И все депутаты так или иначе в комитетах или на фракциях ознакомливаются с этим документом. После его рассматривают в трех чтениях на палате. Поэтому депутаты участвуют в его обсуждении в любом случае. Если у депутата нет замечаний по этому проекту, а надо работать с приезжими из регионов, принимать людей, ведь это одна из наиважнейших обязанностей, то они могут покидать зал. Однако это не говорит о том, что они не в курсе, что происходит. Постоянно идет трансляция телевизионная и посредством радиоэфира. Кроме того, мы обеспечили флешкой каждого депутата. Там есть чип, и только им он может открыть свой компьютер. Вести пароль и тогда только голосовать. Всегда, и в самом начале заседания, и после перерывов, я фиксирую, есть ли кворум. Всегда по несколько раз приглашаю. Прошу оповестить, чтобы все пришли в зал. Так или иначе, это ответственность каждого депутата. Пресс-конференция спикера продлилась около полутора часов. Перечень вопросов, которые задавали журналисты, как видно, был разносторонним. Касался и политики, и резонансных событий в стране, а также внутреннего быта законодательного органа. Напоследок, Достан Джумабеков пожелал всем работникам СМИ отличного отдыха. Ну а на вопрос, где сам собирается провести каникулы, ответил, что посетит Джалабадскую область, после чего отправится в Талас. Елена Яковлева, Эрлан Кемельбеков, НТС. Уголовное дело в отношении Каната Исаева прекращено. Такое решение накануне принял Бешкекский горсот в связи со стечением срока давности. Напомню, Канат Исаев подозревался в коррупции в период его работы на посту мэра города Токмок. Ему инкриминировали незаконную передачу земельного участка из муниципальной собственности в частную и продажу зданий библиотеки и общежития по заниженной стоимости. Так Исаев теперь проходит фигурантом по другому делу, по организации массовых беспорядков. Совпадение или чистая случайность, тем не менее, минувшей ночью, уже после того, как стало известно о закрытии уголовного дела в отношении Исаева, в исправительной колонии произошло небольшое ЧП, участником которого стал главный свидетел обвинения Мелис Аспеков. Со слов сотрудников ГСН, была небольшая драка. По данным сторонников осужденного, на Аспекова было совершено покушение. Между тем, правозащитники и не исключают, что эти случаи могут быть связаны. Игорь Потанин продолжит. Уголовное дело в отношении депутата Каната Исаева прекращено. Такое решение накануне принял городской суд столицы. Парламентарий подозревался в преступлении в период работы его мэром города Токмок. Его защитники утверждали, что дело в отношении народного избранника сфабриковано. Вчера суд принял доводы адвокатов и переквалифицировал статью. И тут же прекратил дело, так как сроки давности уже истекли. Комитет защиты Каната Исаева, которые боролись за законодателя, говорят, что в Кыргызстане наконец появилась надежда на справедливый суд. Ну, решение суда мы оцениваем положительно. Думаем, те моменты, о которых говорил президент Сорума Джеймбеков, о восстановлении законности, об справедливом и законном рассмотрении уголовного дела, я думаю, начали притворяться в жизни. Конечно, за предыдущие годы была установлена такая жесткая схема по осуждению многих политических и общественных деятелей по политическим мотивам, и устранить вот эту мощную систему сразу не получится. Но, тем не менее, мы сегодня видим, что справедливость потихонечку восстанавливается, когда суды начинают законно рассматривать, это мы очень положительно воспринимаем и поддерживаем. Однако на свободу депутат пока не вышел. Ему предстоит суд еще по одному делу – о попытке организации переворота. Напомню, именно в рамках этого дела народный избранник был задержан в сентябре и во дворем в СИЗО ГКНБ. Главный свидетель по этому делу, активист Мелис Аспеков, также находится под стражей. Пару месяцев назад он заявил, что его заставили окриветать Исаева. Он утверждает, что показания он дал под давлением представителей ОПГ. Примечательно, что как только вчера стало известно о том, что дело на Каната Исаева закрыто, на Аспекова было совершено нападение в колонии, где он сейчас содержится. Вчера, примерно после 20.00, в учреждении номер 31, расположенной в село Молдавана, в Каламдинском районе Чиевской области, произошел конфликт между осужденными лицами, которым участвовал Аспеков Мелис. Каких-либо тяжких повреждений Аспеков Мелис не получил. Но по случившемуся конкретным инцидентам, была направлена оперативно-следственная группа центрального аппарата ГСИИ сразу же. На данный момент оперативно-следственная группа производит разбирательство, назначены экспертизы, направленные. На сегодняшний день Аспеков Мелис, учреждение номер 31, изолирован, по оперативным соображениям, содержится в изолированной камере, и у него имеется охрана круглосуточная. Правозащитники, которые поддерживают связь с Мелисом Аспековым, не исключают политические мотивы нападения. За несколько дней до этого его перевели в 31-ю колонию. И Аспеков был очень рад этому, потому что отбывать наказание там ему легче. Другими словами, поводов для опасения за собственную безопасность подследственный активист не имел. В этой связи, говорят правозащитники, связь прекращения одного уголовного дела и нападения на главного свидетеля, который ранее заявлял о давлении следствия, прослеживается довольно четко. Так называемый общак организовал в отношении него нападение. Это было неожиданно. И причин, почему этого, я не знаю. Но надо подчеркнуть о том, что Мелис Аспеков, он находится под стражей абсолютно по надуманному обвинению. И Мелис Аспеков, и Канат, и Саев, они проходят по одному. Уголовное дело, опять же по так называемому организации переворота. И этого, конечно же, нельзя исключать. Таких симптомов до этого я со стороны того, что там происходит, не видел. Угроз или каких-то этих. Он говорил, что вот отсидит, еще осталось несколько месяцев и обязательно выйдет. И то, что это произошло неожиданно, негаданно, это наводит на мысль о том, что в этом есть какая-то связь. Правозащитники говорят, ГСИН должно усилить охрану Аспекова, потому что дело, по которому они проходят вместе с Канатом и Саевым, может развалиться так же, как и предыдущее. Однако врагам политика и общественного деятеля это очень невыгодно. Игорь Потанин, Бакыт Кушалиев, НТС. С поличным задержан адвокат при получении взятки в 270 тысяч сомов. Как сообщает госслужба по борьбе с экономическими преступлениями, задержанный адвокат выступал в качестве посредника. Деньги вымогал сотрудник МВД за положительное решение вопроса. Первомайским районным судом Бишкека ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до окончания срока следствия. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве». Ведется следствие. В честь 25-летия сотрудничества с агентством «Джайка» президент Сорумбай Джейнбеков принял сегодня Шиничи Китаока. Глава государства отметил, что между Кыргызстаном и Японией со дня установления дипломатических отношений налажены дружеские связи во всех сферах сотрудничества. Япония с момента обретения независимости оказывает Кыргызстану поддержку и вносит большой вклад в стабильное развитие экономики. «Мы высоко ценим деятельность японского агентства по международному сотрудничеству», подчеркнул Сорумбай Джейнбеков. В свою очередь президент Джайка Шиничи Китаока рассказал, что по роду своей деятельности ему довелось побывать во многих странах мира, и Кыргызстан является сотой страной, куда он прибыл. Он отметил, что был взволнован и удивлен тому, как похожи кыргызстанцы и японцы, и подчеркнул, что Кыргызстан как партнер сыграл большую роль для развития стабильных отношений и реализации проектов. «Япония с момента обретения независимости оказывает Кыргызстану поддержку и вносит большой вклад в стабильное развитие нашей экономики. Мы высоко ценим деятельность японского агентства по международному сотрудничеству. Между Кыргызстаном и Японией со дня установления дипломатических отношений налажены дружеские связи во всех сферах сотрудничества. Желаю, чтобы наше сотрудничество было и в дальнейшем взаимовыгодным и вышло на еще более высокий уровень». В Харасуйском районе Ожской области обнаружено тело семилетнего мальчика, утонувшего в Утусадырском канале. Тело ребенка нашли сегодня утром. Первыми его увидели местные жители и сообщили в милицию. Мальчика унесло течением на несколько километров от места происшествия. Тем самым выяснилось, что его не похищали, как утверждал об этом его старший брат. Ранее поясним дежурную часть УВД города Ож поступило сообщение о том, что неизвестные мужчины, применив физическую силу, посадили ребенка в автомобиль и увезли его в неизвестном направлении. Прибывшая на место оперативная группа установила, что родители ввел в заблуждение их старший сын. Испугавшись родителей, так как они им не разрешали купаться в канале, он придумал версию с похищением после того, как младшего унесло течение. Милиционеры только через некоторое время выяснили правду и, как следствие, из-за поздно начавшихся поисковых работ вовремя найти и спасти ребенка не удалось. Не избили, а мы упали с крыши девочки-близняшки, которые поступили в Соколокскую территориальную больницу с синяками и ссадинами, и которые вначале говорили, что их избил отчим. Сегодня, спустя три дня после произошедшего, поменяли свои показания. Теперь они говорят, что упали с крыши или с дерева. При этом девочки не скрывают, что изменить показания их попросила мать. Отметим, что по данному случаю дело под свой контроль взял институт омбудсмена и социальные службы. Отчим девочек находится в СИЗО. Мать писать заявление отказалась. Как рассказали специалисты, 10-летних близняшек избивали периодически. При этом одна из них имеет первую группу инвалидности. Что будет с детьми, какое наказание изберут в отношении взрослых, расскажет Сабина Домскина. В таком состоянии в Соколокскую территориальную больницу девочки поступили три дня назад. На теле, как это видно на видео и фотографиях, множество синяков и ссадин. В медучреждение сестер привезли сотрудники милиции и представители районной соцзащиты. После предварительного осмотра врачами больницы было принято решение госпитализировать девочек. При поступлении у девочек отмечались множественные гематомы, ссадины и ушибы на теле. При госпитализации мы предварительным диагнозом сотрясения головного мозга и множественные уши было. На данный момент девочки в состоянии стабильное, получают все необходимые обследования и лечения. На данный момент обследование проводится. И девочкам оказано все необходимые лечения, какая помощь. На момент поступления сообщалось, что их избил отчим, причем поднимал он руки на детей периодически. Так ли это на самом деле, да и что произошло в тот день, сегодня девочки рассказывать уже отказываются. Говорят, что устали от такого внимания, да и мама очень просила никому ничего не говорить. Однако не заметить огромные следы от побоев на маленьких телах сестренок просто невозможно. Откуда у тебя такой грустник? По маме. За что? За то, что мы вышли на улицу. За то, что мы выходили на улицу, не убираемся. По словам представителей Управления социальной защиты, побои со стороны отчима случаются систематически, так же, как и наказания. За невинные шалости и проступки детей ставили на горох, клали на их ноги кирпичи и подвергали различным видам физических воздействий. Вот только запуганные дети все это время молчали, боялись, что будет хуже. На соседей и окружающих семья производила впечатление благополучных и спокойных людей. Оба родители алкоголем не злоупотребляли, большую часть времени проводили на работе, а дети были предоставлены сами себе. Теперь же в больнице мать навещает их практически каждый день, а медики готовятся выписывать обеих пострадавших. Ведь самая главная опасность миновала. Отчим задержан и водворен в изолятор временного содержания. По данному факту, следственной службой органов внутренних дел Соколовского района было возбуждено уголовное дело по ст. 111, то есть истязанию. В данный момент назначены все необходимые экспертизы. По подозрению в совершении данного преступления в этот же день был задержан 35-летний местный житель. С девочками работают сотрудники ИДН, органов внутренних дел Соколовского района, социальные работники, а также с привлечением психологов. Дело под свой контроль взяли представители института омбудсмена. Так, по данным ведомства, родной отец девочек скончался еще до их рождения. Все это время мать близняшек получает пенсию по потере кормильца и выплаты по инвалидности дочери. Одна из сестер страдает эпилепсией. Дети сейчас отказываются от первых показаний своих. Это говорит о многом, что мама не задумывается о том, что эти девочки будут расти. И если сейчас не получит наказание этот отчим, то это может повториться, во-первых, и повториться в худшем случае. Возможно, даже, наверное, ну вот, как у нас бывает, отчимы насилуют своих девочек. Мама, она благополучная, она не пьет, у нее есть свой дом, она зарабатывает. И поэтому для того, чтобы лишить матери, наверное, нужны такие веские основания. Пока этих оснований для того, чтобы лишить матери, нет. К тому же мама является единственным официальным представителем интересов детей. Она же не только отказывается писать заявления в отношении своего сожителя, но и предположительно вынуждает детей изменить показания. Дома были праздники? Да. Ну, как это было? Какой-нибудь самый яркий? Веселье. С мамой, папой, друзьями. Задержать мужчину, который жестоко обращался с детьми, удалось благодаря соцработникам. Это они вместо матери девочек написали заявление в милицию. Как только будут готовы результаты всех проведенных экспертиз, станет известна дальнейшая судьба задержанного. Между тем, это не первый случай, когда дети становятся жертвами насилия со стороны взрослых. Чаще они страдают от рук отчимов, рассказывают специалисты. Женщины в данном случае по причине экономической зависимости защитить своих детей не всегда могут. Один из последних случаев произошел в том же Сокулуке. Тогда, в начале июня, мужчина избил супругу и двух ее сыновей от первого брака. А в Балыкчи до больничной койки довели двухлетнего мальчика. Сабина Дамаскина, Нурберг Копаров, НТС. Зачем нам мини-футбольное поле стоимостью 6 миллионов сомов, если нет элементарной чистой питьевой воды в селе и ездим мы по разбитым дорогам? С таким заявлением сегодня выступили жители села Кокджара Ламединского района. Проблемы они сегодня в который раз озвучили главе сельской управы. Так представителю власти они рассказали и о коррупции на местном кладбище. Несмотря на запрет, места там продаются. Мало того, что по завышенным ценам, так еще и для тех, у кого нет местной прописки. Заинтересованные лица открыли на этом незаконный бизнес и при этом многочисленное обращение. Правоохранительные органы остаются без ответа, заявляют жители Ламединского района. На встрече с жителями побывал Булот Исаев. Запрет на захоронение для тех, у кого нет местной прописки на кладбище села Кокджар Ламединского района был введен в 2013 году. Все потому, что для расширения территории кладбища земель уже не оставалось. Но многих этот запрет не остановил. По словам местных жителей, когда-то места на кладбище для неместных стоили от 5 до 10 тысяч томов. Об уплате выдавались квитанции, деньги шли в местный бюджет. Теперь они стоят от 30 до 70 тысяч. Но в бюджет эти деньги не попадают, уверены жители села. Кто бы не занимался таким бизнесом за эти 5 лет, по их словам, он смог заработать более 3,5 миллионов сомов. К тому же из 10 гектаров территории кладбища свободными осталось только 80 соток земли. Когда главой сельской управы был Мусаев, места продавались по 5 тысяч сомов. В журнале велась регистрация. Родственникам выдавали квитанции. ССБ Карпачиев поднял эту цифру до 10 тысяч. Но и тогда все делалось строго по документам. После смены главы Айлук Мету в 2013 году они попытались поднять стоимость места до 30 тысяч. Но в прокуратуре им сказали, откуда вы взяли такую цифру. Хоронить иногородних запретили вообще. Но продавать места продолжают. При этом никаких записей не ведется. Нет и журналов, ни квитанций. Я написал жалобу в прокуратуру, а потом ко мне домой пришли люди. Угрожали и требовали написать отказную. У них есть посредники. Но так или иначе никто не может прийти сюда без разрешения Айлук Мету и вырыть могилу. По словам представителей местной администрации, заявлений с просьбой о захоронении на местном кладбище от иногородних к ним не поступало. Но не в курсе о происходящих там нарушениях. Тут какая-то команда этим занимается. Они вопрос этот, видимо, лоббируют как-то. Но насколько это действительно факты подтверждаются, это нужно какое-то решение же принять. Мы слышим это тоже. Люди приходили, жаловались, говорили какие-то вопросы. Но я могу так сказать, ни с одним заявлением граждане к нам не обращались иногородние. Тем временем, это не единственная проблема, с которой местные жители жалуются на главу местного самоуправления. В большей части домов села питьевая вода подается только на два часа в день. На некоторых улицах доступа к питьевой воде и вовсе нет. Школы, детский сад не исключение. Вместо этого в прошлом году здесь отстроили новое мини-футбольное поле, которое обошлось местному бюджету в 6 миллионов 100 тысяч сомов. Даже со строительством трибун такое же футбольное поле, по словам местных жителей, обошлось бы дешевле. К тому же в метрах 100 от нового поля расположено такое же мини-футбольное поле, возведенное два года назад и до сих пор не завершенное. Согласно тендеру было выделено 5 миллионов 900 и на эту сумму в 2017 году было построено мини-футбольное поле и было завершено, сдано на эксплуатацию 31 августа в 2017 году. В ноябре 2017 году, не говоря депутатам аильного, конечно, не закладывая сессию, не ставя сессию, он проводил второй тендер на 906 тысяч. И согласно этого тендера опять вытаскивает с бюджета аильного 906 тысяч сомов. Это футбольное поле в данный момент считается самой дорогой футбольное поле. Со слов депутата приглашенный независимый оценщик, даже без проведения детальной оценки, обнаружил завышение стоимости работ не менее чем на миллион сомов. В сельской управе со сказанным не соглашаются. Со слов главы аилокмуту, в строительстве футбольного поля были использованы новые технологии и только качественные и дорогостоящие материалы. А проведение второго тендера было продиктовано вновь возникшим обстоятельством. Мы постелили очень качественное покрытие. Раздевалку, сделанную из контейнеров, мы обшили USB фанерой. Утеплили, чтобы тепло было. На нашем поле сверху не было сетки. Оно находится рядом с дорогой. В первый же день на турнире, посвященном открытию, мяч улетел на дорогу и тот, кто побежал за ним, чуть не попал под машину. Аварии чудом удалось избежать. Из-за этого решили выделить из бюджета дополнительные средства. Более месяца назад местные жители написали коллективную жалобу в областную прокуратуру с просьбой проверить факты завышения цен и провести проверку, по какой причине на один и тот же проект тендер объявляли два раза. Ответа нет до сих пор. И так, в ожидании ответов, по словам местных жителей, они пишут заявление уже более четырех лет. Булт Исайф Асад Ибраимов, НТС. Они рождены, чтобы дарить нам всем здоровье и сделать жизнь счастливее. В преддверии Дня медицинского работника в стране традиционно чествуют лучших врачей и специалистов системы здравоохранения. День медиков в нашей республике отмечается ежегодно в первое воскресенье июля. А в эти дни профессионалы в белых халатах удостаиваются высоких званий, грамоты, заслуженной похвалы. Как признаются опытные доктора, за плечами которых в нагретний стаж и десятки больных с тяжелыми случаями, главная награда для медика – это здоровые пациенты. Свой профессиональный праздник отметят более 50 тысяч работников здравоохранения, работающих в медучреждениях по всему Кыргызстану. Алексей Немашкал продолжит тему. Каждый день и даже ежечасно в роддомах страны врачи борются за жизни маленьких кыргызстанцев и их мам. Для персонала Национального центра охраны материнства и детства любой день без экстраординарных случаев – это уже настоящий праздник. Ведь сюда зачастую поступают женщины со сложно протекающей беременностью не только из столицы, но и со всех уголков республики. Здесь мы проводили партнерские роды. В нашем институте, в родильном отделении 95% проходит партнерских родов. И это психологически комфортно. Для роженицы это комфортно. И для партнера, для отца он видит, как происходит рождение его собственного ребенка. Он понимает, с чем сталкивается мама во время родов. Как это все. Потому что многие мужчины думают, что это намного проще, чем это есть на самом деле. Да, да, ясно. Да, и вот вы посмотрели, как это все происходит. Слышно, Сэр, спасибо. Сэр, спасибо. Свой профессиональный праздник в Республиканском центре охраны материнства и детства отметят порядка 1300 медицинских специалистов. Начиная от медсестер и заканчивая высококвалифицированными врачами, профессорами и докторами наук. Не понаслышке все они знают, как обстоят дела с нехваткой кадров в регионах. В некоторых районах, отдаленных районах, не хватает медицинских персоналов. Особенно педиатры, детские реаниматологи, акушер-гинекологи. Я постоянно говорю, если местное руководство, местная администрация на местах, если будет создавать, будет заботиться о своем населении, они должны вот этих врачей стараться придержать и создавая условия, как головное учреждение по материнству и детству к нам поступает в сутки 25 родов. Чтобы поместить роженец, мы конференц-зал, врачебные кабинеты все освободили, сделали палатами. День медиков в Кыргызстане традиционно отмечают в первое воскресенье июля. Если брать в масштабах всей республики, то в больницах, ЦСМ, ФАПах и клиниках на сегодня трудятся около 13 тысяч докторов и 33 тысячи медиков среднего и младшего звена. Несмотря на то, что каждый год из стен вузов выходит по несколько сотен молодых врачей, нехватка в разного профиля специалистов сегодня довольно большая. И кроме дефицита фельдшеров, одной из самых востребованных для государства медицинских профессий, по данным Минздрава, по-прежнему остается та же педиатрия. А в села и малые города по известным причинам выпускники ехать не стремятся. Это говорит о том, что наши региональные жители полноценную медицинскую помощь в отдельных случаях не получают. Особенно у нас не хватает семейных врачей в регионах. Кроме этого, есть такие специальности, как анестезиология, реаниматология, педиатрия, неонатология, птизиатрия, психиатрия и так далее. Вот такие специальности у нас не хватает. Так, вакантными остаются как минимум полторы тысячи мест для работников в белых халатах. Чтобы в равной доле охватить всех кыргызстанцев медицинской помощью, в Минздраве всерьез задумываются о возвращении к системе распределения молодых специалистов. К примеру, уже в этом году в нуждающиеся области отправят получать трудовой опыт более 170 выпускников Медакадемии. Пока только тех, кто закончил бюджетное отделение. Но в ближайшие годы к ним могут присоединиться и контрактники. Алексей Немашкал, Рахаджинебеку, Владимир Кулбалдиев, НТС. Эти и другие новости, вышедшие в эфире, смотрите и читайте на нашем сайте nts.kj. А завтра и послезавтра смотрите итоги недели с Мирджаном Булыбаевым. НТС покажет. До встречи.